МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск в студии новостей Анны Хамбер. Сейчас о некоторых темах этого выпуска коротко. А теперь обо всем подробнее. Сегодня в Петрозаводске чествовали человека 2014 года. Этого высокого звания удостоили заслуженного работника культуры России и Карелии директора ансамбля песни и танца Кантели Лилию Степанову. Это звание присвоено ей за личный вклад в сохранение, развитие и пропаганду национальной культуры и искусства республики. На торжественной церемонии в музыкальном театре побывала Алиса Агранович. Символично, что в год культуры звание человека года получает заслуженный работник культуры. Лидия Алексеевна Степанова посвятила о работе в этой области всю свою жизнь. Но о подобном звании даже и не думала. Была абсолютная неожиданность. Я вам скажу даже, когда мне Худеланин сам лично сообщил о том, что подписал указ, у меня проходило итоговое заседание общественного совета при Кантеле. Мы как раз подводили итоги работы за год. Последний год вывелся для Кантеля очень насыщенным. Выезд на Олимпиаду в Сочи, путешествие по Карелии по подсчетам директора в два раза больше, чем обычно. Такими же были все последние 15 лет работы Лилии Алексеевны в Кантеле. Ансамбль очень изменился. Обрел свой дом. В нем появилась студия звукозаписи, тренажерный зал, мастерская старинных инструментов и мастерская народного костюма. Мы превратились в такой серьезный очень социально-культурный центр. И вы, наверное, тоже свидетели, что мы стали организовывать серьезные музыкальные события в Петрозаводске. Такие, например, как Деда Фест, мы отмечали юбилей Мишукова Николая, самого известного композитора в 80-х годах. Поздравляя человека 2014 года, глава Карелии не мог не упомянуть главные достижения этого года. Самым важным итогом работы Александр Худилайнин назвал согласование концепции федеральной царевой программы развития Карелии до 2020 года. «Сегодня распоряжение, подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым, официально опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Сегодня, 22-го числа, у нас же сам заворот, поэтому в лучшую сторону начинает все складываться. Не зря мы с вами работали, не зря с вами преодолевали огромное количество трудностей, не зря доказывали потенциал и необходимость развития республики Карелия в самых высоких кабинетах». После завершения официальной части церемонии честования Человека Года и Лилию Степанову и всех собравшихся поздравила эстонская певица Анна Вейски. «Вы никогда, никогда, ни о чем не жалите, и потерянный день из горящей любви».